В Азербайджане станет меньше детей инвалидов, по крайней мере, на это рассчитывают местные законодатели. Они запретили жениться без разрешения врача. Медик должен подтвердить, что у пары нет серьезных генетических заболеваний. Закон начал действовать сегодня. Реакцию жителей узнала наш корреспондент Арзу Юнус. На предложение «давай поженимся» жениху ответит не невеста, а медик. В справке результаты анализа крови. Если лабораторное исследование выявит серьезные заболевания, такой паре категорически запретят вступать в брак. Бахтияр и Фитат обручились год назад. Этим летом планируют узаконить отношения. Когда пришли в ЗАГС, узнали о нововведении. По новым правилам, пара сначала должна сдать кровь на анализ и только потом подавать заявление. Кровь сдали с невестой по отдельности. Вся процедура проходит конфиденциально. Это меня и успокоило. Не из-за того, что я не уверен в своем здоровье, а в том, что есть понятие менталитет. Но медики учли и эти нюансы. По республике каждый месяц расписываются более 10 тысяч пар. Поэтому к увеличению пациентов медики уже готовы. Чтобы в поликлиниках не было очередей, созданы дополнительные бригады. Две недели кровь исследует по многим параметрам. Наличие генетических заболеваний и вероятность их передачи по наследству. Такой контроль в Азербайджане необходим уже давно. Здесь браки между родственниками не редкость. И такое кровосмешение приводит к различным патологиям. Пусть никого не пугает это обследование. Его необходимо пройти, чтобы создать здоровую семью. А главное, чтобы к детям не перешли хронические или генетические заболевания от родителей. Лучше вовремя устранить подобного рода ситуацию. Из 150 тысяч новорожденных, которые появляются на свет ежегодно, у 10% врожденные аномалии. И до 30 лет многие из них не доживают. В прошлом году в Азербайджане родились 200 детей больных холосемией и 300 гемофилией. Эти заболевания приводят к инвалидности. Сегодня медицина настолько развита, что вовремя проведенные медицинские обследования позволят парам произвести на свет здорового ребенка. Чиновники и медики надеются, принятие нового закона сократит количество родственных браков. И в молодых семьях будут рождаться здоровые малыши. Арзу Юнус Фердоси Мярданов, МИР24. Сегодня в республике насчитывается более 500 тысяч инвалидов. Из них 60 тысяч несовершеннолетние. Главная причина – это родственные браки.